Это видео существует по одной причине. Самые детализированные голуби в игровой индустрии, гляньте! Но они ж как живые! Кто-то наконец-то оценил голубей по достоинству и дал им текстуры. Почему голубей недооценивают? Почему они все страдают от низкой полигональности? На них же игры держатся! Голуби — это самый главный секрет успеха любой видеоигры. Назовите мне хотя бы одну хитовую игру, где нет голубей. Зельда? Есть. GTA Red Dead? Есть. Ведьмак? Есть. В God of War вон какой здоровый сидит. В Doom Eternal их нет? А это что по-вашему? Даже в Тетрисе голубь есть. Вон, видите? Квадратик. Я хайпую по голубям в играх и очень странно, что вы не. Это знак качества. Знак того, что разработчикам не все равно. Наличие голубей — это главный принцип, по которым я выбираю, во что я буду играть. И как вы, возможно, знаете, я не из тех людей, которые делают актуальные видео. Но вы гляньте, какие они нажористые! В знак уважения, что кто-то потратил время и подарил голубям столько любви и заботы. Я чувствую себя обязанным как можно быстрее поделиться хайпом попернатым и разобраться, в комфортных ли игровых условиях они обитают, пока мои мысли не сгнили и не залежались. Сегодня голуби гнездятся в Atomic Heart и в самом лучшем обзоре этой игры. Забирайтесь в ЗИЛ, едем собирать свеклу. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Мы постоянно ищем челленджи где бы то ни было. Кому-то важен сам процесс, а кому-то результат. Но насколько этот челлендж может повлиять на вашу жизнь? Ответить на это смогут только те, кто помогает изменить жизнь людей к лучшему. Data Scientist — это не просто специальность, а профессия, которая приближает нас к будущему. Они разрабатывают нейросети, которые уже сейчас делают наш мир проще и удобнее. Например, нейросети сегодня используют в голосовых помощниках, смартфонах, беспилотных автомобилях и марсоходах. В играх они делают NPC умнее, а текстуры реалистичнее. Технологий с применением искусственного интеллекта и нейросетей становится только больше, поэтому и спрос на специалистов растет с каждым годом. А их средние зарплаты составляют 250 тысяч рублей в России и около 10 тысяч долларов за границей. Научиться создавать нейросети поможет курс Data Scientist от Skill Factory, который рассчитан на обучение с нуля. Главное — ваше упорство и желание. Изучать что-то новое всегда непросто, но вас поддержит ментор. Он ответит на любые вопросы и поможет разобраться в непонятной теме. На курсах преподают эксперты из Яндекса, NVIDIA и МТС, поэтому вы получите те знания, которые действительно сможете применять в будущей работе. Будете практиковаться на задачах от реальных заказчиков и сделаете несколько собственных проектов, так что портфолио и опыт работы появятся еще во время обучения. А в центре карьеры помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию и трудоустроиться по новой специальности. Так что записывайтесь на курсы по ссылке в описании и не забудьте мой промокод BULJATCH, с которым вы получите скидку аж в 45%. Сделайте вашу жизнь лучше вместе со Skill Factory. Ну ладно, стоит признаться, что Atomic Heart меня заинтересовала не только голубями. У меня есть профессиональный интерес, ведь это первая за долгое время дорогая, сюжетная ААА игра, созданная в России, по большей части, российскими же руками. Как вы понимаете, я мимо такого пройти просто не могу. Плюс это одна из пяти больших игр 2023 года, которая интригует и вызывает интерес. И очевидно же, что после всего, что в российской игровой индустрии произошло за последние лет десять, а это почти ничего, очень хочется узнать, чё ж там наворотили манфиши после всех этих драм и скандалов, происходящих в студии. Про факапились ли эти русские разработчики в очередной раз, или сделали шедевр на все времена? У нас-то по-другому делать не могут, либо это, либо то, другого не дано. Скептическое отношение к игре понятно. Для тех, кто хочет спрыгнуть с нашего научно-исследовательского зила побыстрее, чтобы понять, стоит ли тратить своё время, покупать или качать игру, или, если у вас уже есть потребность щеголять своим личным мнением в комментариях, то слушайте внимательно. Если вам в своё время не понравился Бояшок Инфинит, потому что он сильно отличался от первого Бояшока, то, вероятнее всего, Атомик Хард будет вас очень часто фрустрировать и разочаровывать, поскольку ваши ожидания не оправдаются реализацией. В этой игре есть большие моменты, когда ты ощущаешь, что из этой игры что-то как будто бы вырезали в угоду других вещей. Но если вы запомнили Бояшок Инфинит как захватывающий самобытный шутер, крутую игру с крепкой историей и персонажами в оригинальном сеттинге, от которого вы получили удовольствие, Атомик Хард вам зайдёт на ура. Это самый простой и самый правильный способ понять, что такое Атомик Хард и нужен ли он вам. Сравнение двух этих игр более чем валидно, поскольку сами разработчики жирно намекают, чем вдохновлялись. Если вот это не омаж на Бояшок Инфинит, то я даже не знаю, что это. Хорошо, убираем из ПГС. Тут есть момент, где разработчики буквально расписываются в любви к Бояшоку и двусмысленности здесь быть никакой не может. Если уж совсем кратко, Атомик Хард это Бояшок Инфинит без мозголомного сюжета, но с песнями Меладзе. Всё. В целом это всё, что вам нужно знать. Вы готовы сделать вывод о Атомик Хард? Так, всем спрыгнувшим Машем ручкой, а мы едем дальше, в волшебный мир Советского Союза. И матерь божья, очень сложно поверить, что в Союзе не было секса, ведь шишка встаёт. Атомик Хард делает чудесную вещь, позволяет увидеть влажную фантазию современного шиза коммуниста, требующего вернуть СССР. Игра без каких-либо прелюдий, прямо с завода, показывает тебе прекрасный мир победившего социализма. Солнечная зелень кругом, роботы, приносящие бесплатный лимонад, люди приглашают друг друга смотреть «Ну погоди в компании», огромные памятники и монументальные здания, жирные голуби, не боящиеся людей, и совет-вейв-хиты, играющие по радио. Это максимально точная визуализация мира, ностальгирующих дедов, где пенопласт делают из молочной пены, а сила гравитации была слабее процентов на 80. Но очень быстро нас буквально снимают с небес на землю, и становится очевидно, что за ширмой идеальности, конечно же, скрывается гнилая борьба за власть, население, брошенное в жернова прогресса, и личные свободы, растоптанные в угоду коллектива. И это главенствующие темы этой игры, как и в любой антиутопии, в принципе. И это было очевидно еще по трейлерам, которые были нифига не позитивными, но некоторые почему-то этого не поняли. У меня вопросы. Мне до сих пор непонятно, по каким логическим цепочкам двигались люди, которые на полном серьезе заявляют, что эта игра пропагандирует СССР, и это госзаказ, призванный промывать мозги. Если вы не в курсе, то Atomic Heart, как и Хогвартс Легаси недавно, пытались отменить по самым притянутым причинам, которые могут быть. И ничего не выйдет, ведь драмы, как таковой отмены, как таковой нет. Есть просто очень много шума от небольшой группы людей, и их аргументы крайне постные. Люди сделали выводы, не играя в игру, и даже, видимо, не просматривая трейлеры. Но они каким-то образом все же смогли посадить зерно сомнений. Хотя я понимаю, Atomic Heart это игра загадка, безусловно. Ее столько мусолили в разработке, ей не раз меняли концепцию, у нее там были свои истории с кикстартером, меня, пиарщики этой игры, один раз кинули через бедро, и у нас были терки с их полностью заболевшим отделом, и даже ходили слухи, что этой игры нет совсем. И логично, что у всех есть множество вопросов к этой игре самого разного толка и большая доля недоверия, но мне удивительно, что кто-то задается вопросом, продвигает ли Atomic Heart идеи коммунизма, пропаганду и концепцию СССР. Рекламировать Советский Союз и его идеи через партийных хищных роботов, вырезающих деревни, это, конечно, сильно. Это как если бы мужчина рекламировал тампоны, мы бы знали, что он точно разбирается в продукте, не так ли? Вопрос на засыпку. Пропагандирует ли Биошок американскую мечту? Вы ж узнали, как выглядит Америка из этой игры? Вы захотели в ней жить? Вы что, не поняли? Это же пропаганда! Там же арт-деко! По факту, люди испугались фанфика по СССР. Да, это смешно. Они увидели серп и молот, возбудились и решили, что это открытая пропаганда российского правительства, ведь это же всегда так работает. Не заходите в книжный магазин в таком случае, там столько исторической литературы с попаданцами, что вы свихнетесь, пока будете разбираться во всех этих временных петлях, в которых виновны советские солдаты. На самом деле, я расцениваю эту шумиху с отменой, как комплимент игре. Если люди реально впечатляются образами Атомик Харта и носятся по интернету, называя это ужасной пропагандой, то все, кто работал над визуальным стилем этой игры и заставил это все двигаться, выполнили свою работу на 110% и могут собой гордиться. Выбивайте себе премию Роберта. Манфиш создали не что иное, как близкий к идеальному советпанк. Они взяли образ Советского Союза с его дизайном, его настроением, самыми выразительными его чертами, его куполами, повесткой, идеей и гипертрофировали все это. Мир, сошедший с трудовых плакатов, полный китча, ретрофутуризма и красного цвета, не имеющий ничего общего с реальным политическим строем, развалившимся больше 30 лет назад. Ред Алерт передает вам всем привет. Чтобы мир Атомик Харта заработал, потребовалось чуть больше 7 лет еще до начала разработки в 2018 году. То есть, мир игры создавался до всех этих геополитических конфликтов и инвестиций. Несколько ребят собрались вместе и сказали, Советпанк это круто, мы хотим про эту игру. Все. Здесь больше нечего приплетать. Эти ребята проделали колоссальную работу над визуальным стилем игры. Ты веришь, что мир работает под песней Пугачевой, а возможно и благодаря им. Пролетая на Волге, над гигантской статую Пролетария, созданной нейросетью и роботами, ты понимаешь, насколько сюрреалистично это все выглядит, но в рамках игры эта статуя абсолютно реальна и ты в нее веришь, как и во все вокруг. От меня, как от зрителя, это высшая похвала. Атомик Харт это еще и красивая игра. Если сравнивать с тем же недавним Хогвартс Легаси, это просто небо и земля. В плане дизайна и атмосферы у Хогвартс Легаси тоже все на высшем уровне. Art Direction великолепен. Школа магии великолепна. Хогсмит великолепен. Но кусок мыла попал в глаз. Эти устаревшие анимации, ужаснейшие оптимизации на ПК, они портят все. Атомик Харт тоже не идеально, вы не подумайте. Ее сильно подставляют катсцены. Где-то камера криво переключается, будто она не должна. Где-то тебе крупным планом показывают бегущую на каблуках женщину, что уже нелепо, но выглядит это еще хуже. А где-то странный выбор постановки просто-напросто. Но в целом удивительно, что ноунейм студия, которая почти ничего не делала до, которая погрязла в склоках и производственном аду, из России, что вообще никаких надежд не вызывает, будем честны, выпускает игру, которая выглядит невероятно хорошо, невероятно стильно, и еще и при этом умудряется стабильно работать. За мои двое суток почти непрерывной игры на ультрах при моих конфигах Atomic Heart вылетел один раз. Это самое серьезное, что со мной произошло. А, ну еще я застрял в двери вместо энергоносителя. Еще встретил, может, с десяток мелких визуальных багов типа летающей коробки, но ничего критичного или чего нельзя было починить перед запуском сохранения, замечено не было. Но на меня не смотрите. Я не ручаюсь, что игра пойдет на вашем сетапе, что у вас не будет проблем и не будет багов. Я не знаю, как это проверить. Лучше поищите специфическую информацию более знающих людей, но мой опыт говорит, что игра более чем оптимизирована на ПК. Факт в том, что люди, разрабатывавшие Atomic Heart, были реально заряжены. Они потратили свои силы, много лет, ресурсы, чтобы подарить нам уникально выглядящий, интересный мир. И это не просто оболочка. Чувствуется, что за внешней формой есть наполнение, что к этому всему в этой вселенной каким-то образом пришли, и люди в этом мире не существуют, а именно живут. Местный лор стартует с 1936 года. Советский Союз создает полимеры, развивается в робототехнике, попутно побеждая во Второй мировой войне. Но напоследок нацисты выпускают в мир ужасный вирус коричневая чума, который убивает весомую часть человечества, видимо, очень специфическим способом, судя по названию. По всей видимости, мир пережил апокалипсис, СССР после эпидемии стала сильнейшей страной и начинает распространять свое влияние на другие страны, а противится коммунизму, разве что Америка, которая, как принято, пытается строить козни. На момент событий в игре 1955 год. СССР строит воздушные города, как в кое-какой игре, и находится от одного шага, чтобы снять советскую версию Евангелиона, объединив сознание всех товарищей в одного большого товарища. Согласитесь, про этот мир хочется узнать больше, но здесь мы сталкиваемся с первой довольно серьезной, как по мне, проблемой игры. Узнавать здесь довольно сложно. Информация о мире игры, о его прошлом, о жизни людей здесь очень много, но она вся в дневниках или в трупах. В этой игре можно разговаривать с трупами из-за всяких остатков воспоминаний убитого, застрявших полимерий, и вы удивитесь, насколько хорошо иногда мертвые могут шутить. Это забавная фишка, потому что трупы это вроде бы просто еще один вид аудиодневников, но с которым ты можешь еще поговорить, потроллировать его или успокоить. Вся сложность заключается в том, что ты никогда не знаешь, какой дневник или какой труп интересный. Ты можешь пройти две комнаты, в которых по два, по три терминала с информацией, в каждом из которых по три-четыре письма, и в них ничего ценного нет. Там может быть информация для политбюро, может быть просто перечисление имен, которые тебе ничего не говорят, кусок переписки, которая даже с контекстом не имеет никакой ценности, и после этого ты начинаешь очень скептически относиться к этим терминалам. Ты начинаешь их пропускать, потому что они останавливают твой геймплей, они мешают тебе буквально пылесосить шкафчики на предмет гаечек и прочих винтиков, а потом, через 20 пропущенных терминалов, ты решаешь все-таки включить один из них, и там внезапно интересно. Зайдя в первый в мире театр, где выступают артисты-роботы, из терминалов мы узнаем, что в этом театре подпольно организовали бордель с роботами-балеринами. Пользуются такими услугами люди первой величины, а само существование борделя вызывало трение среди руководителей театра. Это к вопросу о том, занимаются ли в этом мире сексом с роботами. Ты нет, но вообще да. Любители роботов здесь даже ласково называют рабосеками. Заменят ли рабосеки Фури, не знаю, но все шансы точно есть. Или ты заходишь в какой-нибудь госпиталь и узнаешь, что местные врачи настолько присытились врачебной практикой, что даже не лечат тяжело больных, а просто наблюдают за ними, делая ставки, через сколько часов те умрут. Вот это делает мир живым. Это даже интересно читать в дневниках. Ты сразу понимаешь суть локации, ее настроение. Ты начинаешь представлять, как там эти балерины-то в этих театрах. Но чтобы до этого интересного дойти, тебе нужно пролистать целые тома электронной макулатуры в надежде, что среди 10 терминалов ты наконец-то найдешь тот единственный, который будет важным. А после половины игры ты понимаешь, насколько же сильно здесь не хватает банального дневника, куда записывалась бы все тобой прочитанное. И ты мог бы просто его открыть и освежить в памяти нужную информацию. Полезный и бесполезный, который ты можешь собирать фактически рандомно из разных домов, районов и миссий, спутывается в твоей голове в один огромный клубок. И когда в этот клубок сценаристы начинают впихивать сюжет, причем насильно, резко, сразу рукописями, ты начинаешь теряться, потому что сюжет целиком уже не вмещается в тебя, какие кольца, какие альфа-бета-коннекторы, че этот чел хочет, как его фамилия, кто кого контролирует, а че мы делаем в этом огороде, кто я? И это при том, что сюжет простой. Он иногда пытается быть сложнее, чем он есть на самом деле, но по факту, к концу ты уже просто гадаешь, а какой из самых расхожих тропов разработчики выбрали для своего сюжета в этот раз. Мы берем на себя роль майора Нечаева под позывным П-3, немножко бродим по идеальному советскому городу, прилетаем на калибровку своей высокотехнологичной перчатки с интеллектом, но не успеваем мы приземлиться, как роботы резко сходят с ума, и мы всю оставшуюся игру пытаемся поймать злодея, решить проблемы и разобраться, что на самом деле здесь происходит. В Atomic Heart сюжет приятного боевика. Большую его часть на самом деле описывает автобус из начала игры. Когда в одной из первых сцен подбитый из калаша бабой Зиной робот взрывает сельский толкан, ты начинаешь понимать, что тебя ждет. Это веселый, хороший сюжет, от которого ты многого не требуешь, и это позволяет ему удивлять тебя, когда ты этого не ждешь. Тебя постоянно кидают в какие-то прикольные локации, в какие-то интересные ситуации, все персонажи, которые есть в игре, шикарно прописаны. Один только похотливый шкаф Элеонора, чего стоит, жаль, что она не так часто будет к вам приставать, но какие же у этого сюжета при этом проблемы с темпом и подачей? Как бы вам объяснить? Сейчас, секундочку. Я гений, я придумал идеальную аналогию. Короче, вот этот вот батончик, это Atomic Heart. Вот это вот масло, это сюжет. Сценаристы намазывают сюжет на Atomic Heart аккуратно, размеренно, да, от начала к финалу, а потом они резко останавливаются. И получается вот что. В начале сюжет очень такой плавненький, да, нас знакомят с персонажами, нас знакомят с миром игры, мы вкатываемся, там все постепенно происходит, но к финалу все в кучу сваливают, вот таким вот шматом, все в одну минуту тебе рассказывают, кто там с кем связан, у кого какое прошлое, кто за что отвечает, все карты раскрываются там, кто робосек, причем тут голуби вообще, и все это настолько быстро, что непонятно, игра куда-то торопится что ли? Ну возможно к релизу. Я подозреваю, что сюжетно многое подрезали, оставив самое важное для понимания, сгруппировав это все в конце. Если посмотреть старые трейлеры игры, можно увидеть сюжетные фрагменты, которых в игре нет вообще ни в каком виде. Некоторые моменты истории так и просятся, чтобы их посмаковали минут 10 хотя бы, чтобы игрок впитал эту информацию, обработал и мог приступать к поглощению следующей, но не, тебе скидывают жирный плод твисты один за другим и кстати, вот финальный босс, кстати, давай пока, игра закончилась, как тебе? Не, ну в целом-то конечно понравилось, все понятно, но придется перепроходить, чтобы понять детали. Вы же знаете, как подается важная сюжетная информация в этой игре? сейчас. Огромными кусками диалогов по несколько минут раз в полчаса. Вы любите долгие голосовые сообщения, Atomic Heart их обожает. Это иногда невозможно слушать, особенно со здешними русскими голосами. Вот честно, мне не особо нравится русская озвучка Atomic Heart. Иногда все очень здорово, иногда все попадает в персонажа, в голос, но чаще персонажи либо переигрывают, особенно на матах, либо монотонно читают свой текст. Но главная проблема диалогов вовсе не в том, как они звучат. Обычно во время сюжетного разговора с кем-то ты занимаешься другими делами. Идешь куда-то или может быть пылесосишь локации и стоит тебе отвлечься на секунду и сюжет улетел куда-то вперед без тебя. Как только с тобой начинает говорить перчатка или с тобой начинают связываться по рации, надо остановиться, забить на все остальное и слушать. Мало того, что ты отвлекаешься, так еще и двигаясь куда-нибудь во время диалога, ты можешь случайно задеть триггер и запустить либо катсцену, либо новый диалог, который обрубает старый. И ты можешь просто не получить кусок сюжета, потому что местные коридоры намного короче, чем диалоги в этой игре. Когда я дозаписывал футажи, я обнаружил случайно целый диалог, который объясняет события происходящего ближе к финалу и убирает вопросы, которые у меня появились при первом прохождении. Сколько еще диалогов я пропустил, я не знаю. Был бы в Atomic Heart сюжет, как в Bioshock Infinite, местная подача истории была бы колоссальной проблемой, убивающей игру. А так она хотя бы просто сильно раздражает. На том спасибо. На самом деле могли бы встроить все эти диалоги в лифты. Ведь в Atomic Heart это не лифты, это лимба. Ты можешь быть запертым в них в течение минуты или даже больше, а если не считать, то кажется, будто ты провел там целую вечность, еще и клаустрофобию заработал. Я понимаю, что игра подгружает локации через лифт, но если на SSD такая долгая скорость загрузки, что ж будет, если установить игру на жесткий диск? Если бы мы разговаривали сюжет в лифтах, что происходит очень нечасто, решилось бы сразу две проблемы. Мы бы не пропускали сюжет и развлекались бы в лифте. А так приходится либо стоять и дуплить в дверь, либо махать оружием от безделья. А мы и так и машем постоянно. Наконец-то мы пришли к самому главному. Геймплею. Игровой процесс держится на трех слонах. Боевой системе, прокачке и головоломках. Насчет боевой системы на самом деле много не поговоришь. Она просто хороша и особенно ближний бой, что для меня стало большой неожиданностью. Я ставил сотку, что именно ближний бой будет слабой стороной игрового процесса. Но он настолько же приятный, как скажем, в Dying Light 2. Все удары чувствуются, у каждого из оружия есть вес и свои характеристики, а мясные противники разлетаются на куски со смачными звуками. Обидно только, что отсутствует блок, только дэш в сторону, к этому придется привыкнуть. Огнестрел тоже не подкачал. Его тут довольно много и помимо стандартных калашей и дробовиков тут есть релган, аналог толстяка из фоллаута и еще парочка занятных энергетических оружий. И все это стреляет как надо. После выстрела из дробовика ты понимаешь, что душу в игру вложили не только визуальные дизайнеры, но и звукари. И я не знаю, если честно, что тут еще сказать. Оружие здесь увесистое, убойно и им надо пользоваться. Драки и стрельба здесь созданы для мужчин, понимаете? К концу игры ты будешь намеренно искать противников, чтобы просто вдоволь настреляться. Но это в конце игры, когда твои пушки прокачаны. Ведь прокачка делает 70% твоего удовольствия от игрового процесса. Первые пару часов у тебя будет возникать вопрос, а че вы все такие жирные? Любой самый захудалый вовчик выдерживает пару очередей из автомата и ряд ударов топором, и это может показаться бредовой идеей, поскольку любое сражение начинает тебя быстро утомлять. А если этих вовчиков несколько, то приходится попотеть, танцуй карди-балет. Но потом ты понимаешь, что это сделано не просто так, а чтобы ты пробовал весь функционал игры и создавал под себя удобный билд персонажа. Ты можешь носить с собой столько оружия, сколько поместится в твоем инвентаре, и ты можешь взять их хоть все, но тогда у тебя не будет места под патроны и расходники. И вот тут начинается приятный менеджмент. Ты начинаешь думать, а какое оружие больше подходит по твой характер, какое тебе больше всего нравится использовать, и в конце концов ты приходишь к своему идеалу. При этом любое оружие, хоть ближнее, хоть дальнее, можно заточить под разные цели. Например, обвесить дробовик так, чтобы он наносил больше урона по роботам, а ПМ больше урона по органике. Именно так ты начинаешь адаптироваться под большинство ситуаций. Но какое бы оружие у тебя прокачано не было, ковырять противников ты все равно будешь достаточно долго. А чтобы это было быстро, на помощь приходят способности. И на самом деле сотку надо было ставить на способности. Давайте сразу. Я хочу узнать причину, почему мы можем носить только две способности, за исключением шокера, который встроенный. Ограничения должны служить балансу, но я не вижу, чтобы здесь это происходило. Тут не так много способностей, чтобы подобные рамки вообще имели смысл. Мы можем выпускать лед, использовать телекинез, ставить полимерный щит, чтобы отражать удары, и выпускать полимерную струю, которая работает как проводник усиливая эффекты других атакующих способностей. Все. Остальное это прокачка энергии и прокачка здоровья персонажа. Тут даже огнем из руки не популять, хотя напрашивается такая способность очень часто. То есть мы выбираем две способности из четырех, а в чем смысл-то? Очевидно, что мы не будем использовать все способности поочередно. Мы будем использовать то, что полезно. А это значит, что у нас есть выбор из трех способностей, поскольку полимерный щит идет в мусорку. Он полезен в крайне специфических ситуациях и он менее эффективен, чем все остальное. А, подождите, мы выбираем не из трех способностей, мы выбираем из двух способностей, потому что полимерная струя маст хэв, она слишком хорошо работает в тандеме с шокером, который всегда с нами и у него маленький кулдаун на перезарядку. Опять стоите? Шокер вместе с полимерной струей станет противников точно так же, как это делает лед. А зачем нам две одинаковые способности в пуле? Правильно, незачем, поэтому берем телекинез. И получается, мы вообще не выбираем способности, мы не экспериментируем, мы путем исключения выбрали два лучших умения, с которыми пробежим всю игру, а остальными будем пользоваться только от скуки. Эти ограничения не приносят ничего в игру, они даже портят. Например, вы можете идти с выбранным льдом и шокером и не знать, что впереди босс, и у этого босса иммунитет ко льду и шокеру, но у него слабость к огню, а огненными мы можем сделать только патроны с помощью специальных кассет, и только, если они лежат в нашем инвентаре, которые ты, конечно же, забыл положить, потому что не ожидал, что здесь босс. Тебе приходится либо колупать этого босса до посинения, снимая с него краюшки хп, либо умирать, готовиться конкретно к этому боссу и идти его убивать. Я говорю про то, что способности не только мало, но они еще и ограничены. Ими не поэкспериментируешь, как того хотят разработчики. На самом деле, это очень показательный момент, кстати. Манфиш напирает на то, что в их игре можно экспериментировать и познавать. У противников есть слабости, которые ты можешь проанализировать, пушки можно настраивать под разный тип врагов, менеджмент инвентаря заставляет думать, что вообще может быть полезно и как грамотно все использовать, способности ты вроде как должен комбинировать, но на деле игра дает очень мало простора для творчества и экспериментов. Вот о чем я говорил в начале. Ощущение, будто из этой игры что-то вырезали или точнее чего-то не додали. Игра вроде бы хочет быть иммерсив симом, она выглядит и ведет себя как иммерсив сим, но в ней очень мало иммерсивности. Даже банальных луж, которых можно вдарить током, здесь нет. Зато здесь есть стелс, ему вас даже учат, но он бесполезен полностью. Ты слишком медленный в приседе, прокачать скорость ты никак не можешь, а враги вертятся каждые 5 секунд. Но по-настоящему ты понимаешь, насколько Atomic Heart не раскрывает свой потенциал, когда тебя выпускают в открытый мир. Ну, как открытый, это относительно большая поляна, которую можно проехать из одного конца в другой за 5 минут. Когда ты впервые выходишь из подземного комплекса в этот самый мир и смотришь на карту, ты думаешь, о, вот теперь-то игра началась. И игра начинает объяснять тебе новые механики, что вот есть сенсорные камеры, которые поднимают тревогу и ты должен их уничтожать. Есть специальные здания, с помощью которых ты можешь подключаться к этим самым камерам. Есть еще зонт, с помощью которого можно отключить всех роботов в регионе на время. У тебя в распоряжении теперь чей-то красный москвич. Все красные москвичи, тут все машины красные москвичи. И ты думаешь, вау, у меня теперь так много возможностей. Нет, их нет. Одна единственная точка интереса на карте это полигоны, в которых лежат детали для оружия. Это реально весь ваш интерес в этом открытом мире. Подключаясь к камерам, все, что вы можете сделать, это нажать на тумблер, который откроет вход в полигон. После этого подключение к камерам становится бесполезным. Ты можешь устроить блэкаут, но если ты зачистил полигон, тебе больше нечего ловить в этом регионе. Ты просто едешь к следующему. Ну или идешь, потому что в этом мире москвичи, видимо, сделаны из фольги. Москвич может давить роботов, там, разрывать мутантов на части, но если он врежется в кустик, капот сразу загорится. А учитывая, сколько мусора на дорогах, загорается он каждые пять секунд. А когда вы идете пешком, вас всегда палят камеры, и вы их хрен увидите, пока они не сработают. Когда они срабатывают, они созывают всех роботов в округе, и тебе приходится убегать, потому что драться бессмысленно. В регионах с рабочими камерами работают ремонтные роботы, которые воскрешают поверженных роботов. И делают они это так быстро, что пока ты убьешь второго робота, первый робот уже восстановится, и пойдет на тебя в атаку снова. Бесит просто дико. Открытый мир это красивая пустышка с растраченным потенциалом. Кажется, что Atomic Heart должно было быть куда больше взаимодействий с роботами и техникой, но их там нет. Ты видишь какие-то зачатки экосистемы, в которой ты не участвуешь. И ты начинаешь задумываться, а вдруг игры действительно не было все это время, и ее пилили в торопях лишь последние полтора года. Atomic Heart это не иммерсив сим, а если и иммерсив сим, то крайне херовый. Но каким-то чудом это великолепный линейный шутер с драйвовой историей, неожиданным финалом и шикарным сеттингом. Играть в Atomic Heart нужно от маркера к маркеру, тогда это офигенная игра. Вот почему Bioshock Infinite настолько точно описывает Atomic Heart. Эти две игры братья, разлученные в детстве. Когда Atomic Heart заводят в очередной подземный комплекс, где бродят роботы и мутанты, и где баланс между экшеном и спокойствием настолько прекрасно выверен, ей так хорошо. Ты вообще забываешь такие моменты, что где-то там на поверхности тебя ждет хреновый Immersive Sim. Плюс весь процесс очень грамотно разбавлен теми самыми головоломками. Они могут занимать целые комнаты и выглядят, мягко скажем, впечатляюще. Они совершенно несложные, но они веселые. Тем более магнитные испытания можно легко чизить двойным дэшем, так что сыр тут есть, я его нашел, не беспокойтесь. И несмотря на то, что сами головоломки выглядят весьма олиповато, они прекрасно вписываются в происходящий процесс. Люди, создававшие уровни для Atomic Heart очень хорошо понимают, как удержать внимание игрока. Это заметно. И было бы совсем прекрасно, только ограничение по способностям напоминает, что здесь кое-что не так. Я делаю вывод, что Manfish знают, как делать игры. Они могут делать игры. Но у них не получилось сделать все, что они задумали изначально. По какой-то причине. И мне теперь интересно, почему. Надо будет их доколебать. Если подводить итоги, то мне кажется, эксперимент получился больше удачным, чем мне. У игры есть лицо. Она мемная. Ты получаешь удовольствие от процесса, тебе интересно эту игру изучать, проходить, но ощущение недожатости оставляет очень сильный осадок на душе. Ты начинаешь думать, блин, могло же быть еще лучше. Самое главное, что этой игре не нужны никакие скидки, потому что она из России. Это игра мирового уровня. И если открытый финал Atomic Heart подразумевает вторую часть, и особенно если она будет иммерсив симом, я определенно буду ее ждать. Голуби довольны. На разок игра сойдет. Российский игропром поднялся. Доказал, что может. Так что ждем сиквел всем селом. 8 серпов из 10 молотов. А у меня на этом пока все. Peace вам, люди. Пока.